Добрый день, компания OMZAP. В продолжении ролика, где мы разбирали мотор на Genesis G70, напомню, там отвалился носик форсунки на четвертом цилиндре, что привело к апремонту двигателя. То есть задрало цилиндр, сломало маслосъемное кольцо на поршне, все это полетело в поддон, в систему и, в общем, повторюсь, что привело к капитальному ремонту. Сейчас идет сборка, вот блок уже практически полностью собран, цилиндры загилизованы, все задиры устранены, поршневая группа новая, ну, естественно, кольца компрессионные, маслосъемные также новые. Далее, установлены новые масляные форсунки. И на что хочу обратить внимание? Форсунки, которые мы поставили, носики в них припаяны к корпусу. То есть, если посмотреть предыдущий ролик по Genesis G70, по этому мотору, да, носик там был просто вставлен, видимо, на заводе вставляется просто на горячую. По мере прогревания двигателя, эксплуатация, вибрация, он отваливается. На форсунках, которые ставим мы, они такие же оригинальные, носик припаян, вот можно увидеть. То есть, ни прогрев двигателя, ни вибрация теперь не страшны, никуда он не отвалится. Головка, опять же, с этого автомобиля уже практически полностью подготовлена, клапана все притерты, зазоры промерены, отрегулированы. Валы старые, да, валы мы только, по-моему, полировку сделали, там мелкие царапинки были, заполировали, так все старое. Клапана старые, валы старые. Здесь был гена. То есть, ранее здесь были только корейские ребята, а теперь уже здесь побывал и гена. Плита поддон уже готовлена, подготовлен также к установке, все отмыто, каналы масляные все продули, останется его приклеить на герметик. Новый масляный насос, комплект оригинальных прокладок, масло, фильтра. Вот, в принципе, можно сказать, все, что необходимо для капремонта в данном случае. Далее здесь предстоит до конца собрать двигатель, установить ГБЦ, клапанную крышку, поддон алюминиевый металлический, навесное оборудование, устанавливаем двигатель на автомобиль, производим запуск и уже будем подводить итоги, дополнительно скажем, какие конкретно запчасти были использованы, сколько в целом обошелся ремонт хозяину автомобиля. Если же вас интересует более подробное описание и процесс сборки двигателей, можете посмотреть на нашем канале, там много есть видео, где собираются двигатели двухлитровые, там КД, ЭНА, 2.4 КЕшные двигатели. В принципе, везде один и тот же. Здесь есть небольшие нюансы, но не настолько значимые, чтобы заострять на этом внимание. Вот уже двигатель собран, запущен, работает. Сейчас мы прогреваем, проверяем на течи. Также еще день-два он поработает на холостых оборотах, притрутся все детали, которые подвергались обработке. Если же перейти к цифрам, то стоимость ремонта двигателя с работой запчастями вышел ни много, ни мало, точнее даже скажем много, больше много, чем мало, почти 600 тысяч рублей. Вам, конечно же, может показаться, что ремонт вышел очень дорогостоящий, но хочу обратить внимание, что с этой суммы, да, почти 600 тысяч, стоимость произведенных работ на 168 тысяч рублей, все остальное это запасные части. Запчасти на автомобиль, как вы уже поняли, достаточно дорогостоящие. Вот взять даже один масляный насос, он стоит вот уже 100 тысяч рублей, только насос. Комплект оригинальных прокладок 35 тысяч рублей. Кольца поршневые комплект 15 тысяч, поршня в сборе за комплект также 15 тысяч. Ну и все остальные позиции, вот в сумме и сложилась ранее озвученная цифра. Данная проблема на этих двигателях распространена, поэтому если же вы с этим столкнетесь, прошу к нам обращаться, будем рады вам помочь. А на этом все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok